Здравствуйте! В эфире Десногорска. Программа «Страна Росатом». Сегодня в нашем выпуске. По ходу строительства дела возведения Белорусской атомной станции. Женский день. В госкорпорации наградили лучших сотрудников. Лица Росатома. Сегодня мы познакомимся с Владимиром Макаровым из Лесного. Он покажет нам разработку, которая заставила производство работать на поток. Строительство первого и второго энергоблока Белорусской атомной станции идет полным ходом. Ровно год назад в это же время наша съемочная группа была на строительной площадке. Тогда о строительстве станции можно было сказать коротко. Все вовремя и в срок. Как идут строительные дела сегодня, давайте посмотрим. Еще год назад на этом месте только начали возводить два блока Белорусской атомной станции. А уже год спустя на строительной площадке выполнено больше трети всех работ. Специалисты установили одну градирню, вторую на отметку 50 метров. Сейчас проводится монтаж основных сооружений. Вот корпус реактора. Общий проект Украины, России, Белоруссии. Кроме того, значительно выросло здание реактора энергоблока номер один. Как видите, активно идут работы здесь. Ну и, конечно же, вот сейчас на турбинном, так называемом турбинном острове, турбинный зал идет монтаж перекрытий. Строительство станции осуществляется силами белорусских строителей. Их на площадке 80%. Работаем, строим. Стараемся. Для себя же строим атомную станцию. Надеемся, что будет более безопасно. Работы-то много сделали? Конечно, да, очень много. По-честному, да. Извините, но мы должны работать. Соблюдать сроки позволяет и собственное производство, которое располагается на территории стройки. Не нужно заказывать и ждать материалы. Все здесь могут произвести монтажники и слесаря в короткие сроки. Все делается здесь на площадке. А зачем это удобнее? Естественно, конечно. Максимальное число операций должно производиться здесь. Но пока станция еще не построена, в учебном центре уже идет работа. На полномасштабном тренажере обучают будущих операторов блока. Лучше мы будем тренироваться здесь на тренажере долго и упорно, чтобы потом, когда будет необходимость, мы выставили смены, которые имеют необходимый уровень квалификации. Белорусская атомная станция – первая строящаяся станция в Республике Беларусь. Планируемая мощность белорусской АЭС – 2300 мегаватт. Основные преимущества российского проекта является высокая степень защиты за счет активных и пассивных систем безопасности. Через несколько месяцев стройка Белорусской АЭС перешагнет через экватор. Строители держат высокий темп. Небольшое опережение есть на втором блоке. Первый идет именно так, как и планировалось. Дисциплина и опыт – самый главный опыт. Чем больше строим, тем лучше строим. Сейчас на площадке трудится более 5000 специалистов. Работают они в три смены. Стройка растет, поэтому руководители уверены, что строительство будет завершено, если не раньше, то точно в срок. Наша съемочная группа совершенно не случайно оказалась в Республике. Там проходит форум «Атомэкспо Беларусь», где собралось большое количество наших отраслевых предприятий. И форум, и строительную площадку Белорусской АЭС посетил директор МАГАТЭ Юкия Амана. Он высоко оценил темпы строительства и те правила и нормы, которые выполняются на строительной площадке, выразив уверенность, что когда построится станция, он обязательно сюда вернется. Такие визиты помогают и МАГАТЭ понять состояние дел в Беларуси, и Беларуси лучше понять требования МАГАТЭ. И я надеюсь, что уже через два года специалисты запустят атомную электростанцию в работу. И я думаю, что тогда я смогу приехать еще раз вместе со своей супругой и насладиться великолепным видом действующей атомной станции. В Росатоме прошел первый в этом году день информирования. Итоги, задачи, приоритеты, как всегда, эти вопросы на повестке дня. Но главным в этот день оказались сотрудницы корпорации. Они массово выстроились в очередь за наградами конкурса «Лучший сотрудник-2015». Я всегда знал, что у нас девушки работают значительно лучше, чем мы, мужчины, но никогда не представлял, что настолько лучше. Спасибо вам большое. Молодцы. Когда генеральный директор лично вручает тебе награду, это мотивация. Это признание коллег, с которыми мы работаем каждый день, в единой команде. Это очень ценно, это очень важно, это придает сил. Отмечу, в ближайшие недели дни информирования пройдут на всех предприятиях отрасли. Ну а мы продолжаем. И в студии редактор Михаил Полунин. Здравствуйте. Михаил, вы нам дни информирования в каждом эфире устраиваете. О чем сегодня пойдет речь? Сегодня предлагаю вспомнить классику марксизма-ленинизма. Людям моего поколения и старше довелось изучать диалектический материализм. Ну, в частности, принцип перехода количества в качество. Ну, вот так по-простому говоря, если вот ходим и каждый день на работу, и что-то делаем, и вроде никаких изменений не происходит. Но когда количество этих рабочих дней накапливается, то в один прекрасный момент мы замечаем, что мир вокруг нас изменился. Вот давайте с этой точки зрения посмотрим на нашу атомную отрасль. Ну, действительно, в такой рабочей текучке вроде ничего не меняется. Но если оглянуться на несколько лет назад, то качественные изменения в атомной отрасли, они становятся очевидны. Вот давайте вспомним некоторые слайды из наших прошлых программ. Десять лет назад даже эксперты сомневались, удалось ли нам сохранить навыки строительства атомных станций. Сегодня никто так много в мире атомных станций не строит, как мы. Еще недавно отрасль представляла собой набор разрозненных предприятий, которые конкурировали друг с другом. Сегодня это единая глобальная компания, и большая часть выручки которой уже формируется за рубежом. Еще несколько лет назад в рейтинге лучших обрадателей России нас и видно-то не было. Сегодня мы на седьмом месте. Лозунг Росатом Корпорации о знании. Казалось, он появился совсем недавно. А в этом месяце в правительстве страны сообщили, что Росатом входит в тройку лидеров среди отечественных компаний по инновации. И таких примеров можно приводить много, как количество наших вот таких, казалось бы, обычных будней переросло в качественно новое состояние атомной отрасли. А теперь давайте в бочку меда добавим ложку дегтя. Вот еще один слайд из наших прошлых программ. Здесь видно, что по такому важному показателю, как производительность труда, наши дивизионы, каждый по своему направлению, уступают мировым лидерам. Конечно, кто помнит, всего несколько лет назад мы уступали значительно больше, в разы, а сейчас только на десятки процентов. Но рынок он суров, и тут мы или станем лучшими из лучших, или неизбежно начнем терять свои позиции. Так что трудовые будни, они у нас с вами продолжаются, и очень важно, чтобы их количество переросло в новый качественный скачок любимой нашей атомной отрасли. Михаил, с последним слайдом я что-то не поняла. Так мы молодцы или нет? Конечно же молодцы. Только этот результат промежуточный. Посмотрим, как изменятся эти цифры через несколько лет. Спасибо, Михаил. 30 лет в этом году исполняется трудовому подвигу ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Более 600 тысяч человек встали тогда на борьбу с последствиями произошедшего. Вадим Ковязин, начальник отдела радиационной безопасности Балаковской АЭС. Один из 100 тысяч ликвидаторов. Каждый год, 26 апреля, Вадим Ковязин начинает день здесь, у памятника жертвам Чернобыля. Достаточно сильное осталось впечатление у меня. Вот какое-то такое впечатление, что мы все можем, что мы единая команда какая-то. Никто не пасует, никто не уходит в сторону, все работают честно и добросовестно. Вадим Ковязин остался верен атомной энергетике. На Балаковской АЭС работает уже 32 года. Сама жизнь, сама эксплуатация всех энергоблоков атомных станций доказывает ее безопасность. Это определено и проектом, и главными людьми, которые эксплуатируют. Люди у нас все очень хорошие. А мы вернемся в Белоруссию. Там, в посольстве Российской Федерации, состоялось вручение ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС из Украины, Белоруссии и России памятного знака за ликвидацию радиационной аварии. Спасибо тем, кто нас сегодня сюда пригласил и собрал из трех стран, представителей наших ликвидаторов аварии. И мы чувствуем подъем сил общения. Далее в нашей программе новости дивизионов Росатома, снятые нашими коллегами из пресс-служб предприятий отрасли. Мы продолжаем цикл сюжетов о победителях программы номинации «Человек-годы Росатома-2015». И я передаю слово Марии Сычевой. Здравствуйте. Продолжим рассказ о лучших работниках отрасли. Руки Виктора Чекалова, слесаря по ремонту реакторно-турбинного оборудования, перебрали на Ростовской атомной станции все механизмы и детали. А в итоге сковали победу в программе отраслевых номинаций «Человек-годы Росатома». Ему нет равных на рабочих площадках в зоне ремонта. Чекалов универсал. Может работать и с реакторным, и с турбинным оборудованием. Практически я за свою жизнь все руками своими испробовал. Может все. Он работает с электропневмоабразивным инструментом. Таких у нас единицы. Этот уникальный опыт Виктор Чекалов собирал почти 30 лет. Не пропустил ни одной ремонтной кампании. Спросите любого слесаря, любого человека на атомной станции, который знает его, это как у нас человек, как энерджайзер, как батарейка, я не знаю, ему вроде бы возраст уже по 60, а его еще попробую, у него инструмент забрать. Буду продолжать работать и делать свою работу по мере добросовестно и хорошо. Александр Шестаков. Работник электрохимического завода, лучшим в номинации слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства, стал не случайно, а закономерным. Эта победа для Александра стала второй значимой наградой за год или скорее ее следствие. Настоящим испытанием для знаний и умений нашего героя в конце минувшего года стал конкурс профмастерства. Был шок, конечно. Радости, эмоции просто необъяснимы были. Побеждать и работать нашему герою помогает любовь к знаниям, о чем свидетельствуют многочисленные освоенные специальности. А мастерство в своей у Александра доведено до совершенства. На слух я могу определить неисправность какого-то оборудования, то есть регулировки, визуально опять же. Александр в этом году единственный победитель в программе номинации «Человек года Росатома» на ЭХЗ. И, конечно же, гордость как для предприятия, так и для своей семьи. Девиз Александра Игнатова, работника ЗИО «Подольск», помогает ему и жить, и работать, и побеждать номинации. Слесарь по сборке металлоконструкции. Сделай хорошо, а плохо само получится. С таким девизом шагает по трудовому пути слесарь ЗИО «Подольска» Александр Игнатов. За 10 лет работы на заводе молодой человек стал настоящим мастером своего дела. Работает по самому высокому, пятому разряду. Возглавляет бригаду. Сам выходят из деревни, а там приучили родители работать руками, и это уже из поколения в поколение. При выполнении любого задания Александр пытается найти нестандартное решение. Он разработал специальные приспособления для сборки модулей парогенераторов для энергоблока БН-800 Белоярской АЭС, что позволило сократить цикл изготовления продукции на несколько дней. Очень был рад этой награде, и то, что варился в этой тарелке, очень приятно. В одной небольшой комнате прибора строительного завода работают сразу четверо победителей конкурса «Человек года Росатома». А возглавляет команду «Триумфаторов» их наставник Ильдар Насрединов. Размеры комнаты не имеют значения. Главные интеллектуальные способности, которые содержатся в головах. Работа по замене ручного труда на машинный не так проста, как может показаться на первый взгляд. Но теперь в руках у Ильдара еще более тяжелый груз. Статуя по весу довольно тяжелая, но получив ее, появился другой груз ответственности. Достижения каждый год должны быть не хуже, чем в 2015 году. Успех руководителя группы стал примером для всех сотрудников. Вдохновляет нас всех своей победой, что вперед, давайте стремитесь, достигайте моих вершин. Вы тоже все можете, все умеете. Работники группы «Электроавтоматики» покорили немало вершин в прошедшем году. А главный секрет их успеха заключается в том, что они работают рядом, в одном небольшом кабинете, единой командой. А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь и передаю слово Екатерине Тонких. Экология для «Росатома» не просто ценность. Именно поэтому предприятия отрасли в числе лучших компаний по экологии. Именно поэтому они в числе участников всероссийского экологического субботника «Зеленая весна». Объявляю субботник «Зеленая весна» 2015 открытым! Вы видите, какой энтузиазм. Люди сажают деревья. И очень, несмотря на погоду, все идет очень хорошо. Всей семьей сегодня здесь живем недалеко. Часто проводим здесь время. И сделать полезное дело для парка очень приятно. И сами потом будем наслаждаться плодами своих трудов. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. А у вас впереди рубрика «Лица Росатома» и ее герой Владимир Макаров с электрохимприбором. Он покажет нам пример работы в единой команде на один положительный результат. Эффективность. Единая команда. Уважение. Ответственность за результат. Безопасность. На шаг впереди. Ценности «Росатома». Мы с вами находимся на Урале, в городе Лесном, на комбинации «Электрохимприбор». Это одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса «Росатома». Без этой штампованной детали невозможно выполнение гособоронзаказа. А герой нашего очерка Владимир Макаров со своей командой разработал и сделал такую установку, благодаря которой производство этих деталей будет повторено на поток. Эта установка является очень сложным электрофизическим оборудованием. Вот это изделие. Вот это обечайка. Внутри этой обечайки необходимо создать определенный вакуум. И рабочую температуру. По-моему, Миссия что-то не то нарисовала. Давай-ка вот здесь вот уточни. Давай-давай, где термопара-то будет? Как мы здесь термопару-то будем располагать? Мы изнутри термопару заведем и здесь закрепим. Как можно ближе к нагревателю и, соответственно, к изделию. Таких установок сейчас нет. Они были когда-то давно в городе Сарове, но на сегодняшний день, по истечении более чем 30 лет, этих установок больше нет. И мы вынуждены осваивать эти новые изделия, изготавливать это оборудование фактически с нуля. Чтобы облегчить себе работу, специалисты решили поискать старые чертежи в архиве. Сейчас мы здесь пытаемся для наших задач сегодняшнего дня найти какое-нибудь подходящее техническое решение. Давай с приводов начнем. Ну вот как раз тут эти баллоны для пневматики. Ну я что, думаю, нормально. В принципе, решение готово есть. Давление подходит. Все нормально. И как раз нам компенсация будет. Просто здесь давление до 20 тонн, температура 600 градусов. То есть это, ну, как это сказать, не в бане на печке. Прежде чем отдать чертежи на производство, специалисты решили самостоятельно убедиться в том, что детали установки действительно будут работать. Если долго мучиться, все у нас получится. Мы пытаемся проверить одну идейку. Хотим свою схемку применить. Вот, Владимир Николаевич, получается вроде. Да, давай, посмотрим. Сейчас, 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 увидим. Во! Все, получилось. Собрали электрическую схему замедления скорости вращения электродвигателя. Потому что при перемещении детали двигатель должен останавливаться не сразу, а за счет нескольких этапов. Ну а пока специалисты заняты делом, я вам расскажу об одном интересном факте. Коллективу конструкторов предприятия «Электрохимприбор» исполнилось 65 лет, и они решили эту дату вековечить. Они забрались на гору Эльбрус высотой свыше 5000 метров и взяли с собой два флага. Один флаг они водрузили на вершину горы, а второй вернули на предприятие. Ты это, что здесь наварил-то, ты мне скажи? Все нормально. Здесь приходится мне проходить несколько раз. За один проход я никак не проходил. А здесь угол-то удалось соблюсти? 90 градусов? Да, тут все четко собрано. У меня уже 40 лет стажировано. Столько их переварено-то уже. А в другом цехе специалисты уже собирают пульт, который будет управлять электрической частью этой установки. Приборы включаются, например, освещение с этой стороны, с этой стороны. Хорошо. Наша детища, она нравится. И сейчас мы ожидаем, когда это мы уже сможем, так сказать, потрогать руками. Прошло несколько дней. Специалисты демонстрируют свою уникальную установку. Так, эти подсоединения, все трубопроводы потом будем ставить. Да, да, да. В процессе испытания уже, вот сейчас горки. Ну, понятно, все хорошо. Вот эта вся часть, в общем, в целом называется высоковакуумная часть установки. Дальше эта установка подсоединяется уже к нашей обечайте, где будет размещаться потом деталь. Ну, похоже на то, что вы рисовали? Конечно, похоже. Ну, конечно, похоже, да. У нас все совпадает. Мы стараемся не ошибаться, чтобы эффективность совместной работы была как можно выше. Это творчество. Мы художники. Мы создаем новые изделия, которые будут пользу людям приносить. Вот и все. Радость творчества и полученного результата. Вот и все.